Всем привет, с вами Крэйзи, и сегодня я покажу способ, как открыть ресторан к самой простой сегодня, наверное. Были проще раньше, да, это факт, но... Сегодня он, наверное, самый простой. Но так или иначе, выше 900 будет плотно. Это не игры с ботами, будут реальные люди, и они тоже хотят выиграть. Но тот же 25-й вообще изи. Делать даже ничего не нужно, просто заходишь в катку и выигрываешь, фактически так и работает это. Больше не тяну, погнали, приятного просмотра. Многие из вас об этом знают, я уже и сам делал шорс по этому поводу, но сегодня это чисто пиявка. Я играю на спайки, потому что персы очень подходящие, дальность огромная, а также хпшки, 3600 это важно. Также кровь подходит, брок играется, пайпер играется, тик играется, спраут попадаются, тоже бесят эти все. И вот они прям часто. И что же нужно, это щиток, естественно, третий. Наверное, у вас уже обновь вышло, и просто нужно вам за косарь купить. Но самое важное, это у нас пиявка. Чисто шедевр с пиявкой. Это имба. Да, но не один я такой умный, спайков навалом. Больше пяти спайков в катке, это прям норма. Погнали в катку, покажу. Игра вторая, первую я оперативненько слил. Ну как слил, было топ 6, то есть, так или иначе, это минус 3. Это не круто. У меня, кстати, пиявцы, как вы можете видеть, разные. Потому что ММ подсбит, я играю хрен знает сколько. Байрон тиммится, и лол, серьезно, какой тимминг? Походу там чувак играет трофеи в 500, я не знаю. Ну какой тимминг в пиявке, вы серьезно? Ну потому что пиявка, трофеи, ой, трофеи, хпшки уменьшаются. И что-то нужно будет делать потом. Позиция у меня просто отстойная. Но вокруг меня куча народу, а это, знаете, вообще-то плохо. Я, как вы можете заметить, не теряю хп свои совсем. То есть, по нулям. Пока и щит, попадет кто-то, все. Там Кроу был, серьезно? Он мог не подпортить жить солидно так. Но почему-то он не ударил где-то спайк там еще, это плохо. Так, Байрон, ты где? На деле, на деле, мой совет вам такой. Ну не очень хороший в плане геймплея. Если вы понимаете, что не идет совсем. Встаньте вы в кусты и стойте в кустах. 25-26 вы апните без проблем, 800 трофеев. Ну а выше уже, думаю, никак, там с трудом. Ну, знаете, вообще-то, когда ты сливаешь 30 каток подряд, то все тактики уже хороши. Так, попадаем, убиваем. Он мне слил щиток, что плохо на деле, потому что уже хп у меня теряются. А до этого совсем не терялись. Что плохо. Где-то спайк, по-моему, там 8 банок было. 8 банок, это одна плюха, и я сдох. Нужно играть аккуратненько. Мой еще совет, и что один. Не двигайтесь много по карте. Тоже стрёмная тема. У вас есть зона, где вы родились? Родились, появились. Стоите там. Ну, где-то бегаете, плюс-минус рядышком. Лезть и нажимать врагов не стоит. Уже топ-3 у меня есть. Так, вот, кстати, 8-баночный спайк, который я боялся. И у меня получается уже топ-2, если сейчас не умру. А я же не умру, да? Да. Попробуем забрать топ-1, но на деле я не знаю. Так. Ага, хорошо. У меня ульта есть, это прекрасно. Ульту надо, потому что иначе, по-моему, никак. Лови... Ой, как плохо. Ну, моя отыгровка сейчас была ужасная, реально. Но так или иначе, топ-2 плюс-6, что неплохо. Параллельно, кстати, играет симп. У нас соревнования, кто будет быстрее. И у него уже тоже 9-9-1. Такой у него уже был 30-й, он лапает еще раз. Зачем-то? Ну, делать нечего. Подбор просто полчаса. Ну, не полчаса, конечно, но минут 7 он был, наверное. Я не знаю, долго прям. Там спайк, попробуем слить ему щит, это самая важная деталь. Так надо делать всегда. Ну как, естественно, это риски. Выходишь на человека, хочешь слить ему щит, а сливает тебе щит. Тогда будет стрёмно. Потому что потерять щит, это значит, что нужно рашить и играть активненько прям. А щитом же можно играть от дефа спокойно. Это самая лучшая тактика. А что там по спайку? ХП лоун, погнал на мид. Зачем? По-моему, это очень плохая тактика. Прямо лоу хп он идёт на мид. А зачем? Что делать? Умереть? Сейчас бы плюху не поймать, он кого-то убил, что ли? Сколько спайков на карте, хрен его знает. Броки меня бесят очень сильно. Потому что у них дальность не меньше, чем моя. А это... Плохо вообще-то. Так, что по спайку? Он, по-моему, ещё не сдох. Топ, 7 это минус 6, помирать вообще не варик никак. Спайк жив ещё. Давайте ему ещё дадим плюху в лицо. Так, или он нормально стурзал в стену. Прямо видно скилл. Чё, по спайку? Я не знаю. Его не видно. А выходите, я боюсь чё говорить. Потому что, ну, знаете, помирать, ну, не сильно хочется. Так, я попал, прекрасно. Ещё одно, я просто уже будет обязан помереть. Вот так. Вот так. Да. Попал. Ой, хорошо. Прекрасно. Убил я спайка. То есть, это мой топ-1 должен быть. Куда пошёл? Мои банки. Я вообще столько ворюк, я не могу. У меня есть щит, у него нету. Это хорошо. Надо, главное, не ссорить свой щит. Надо играть очень аккуратно, но при этом убить его. Это было плохо. Так. Чё-то ситуация отстойная, честно говоря, у меня двое. Да, дядь, куда ты лезешь? Хорошо. У меня минус щит, это довольно плохо. Это ужасно куда? На деле? На деле. Четвёртое место вообще никак меня не устраивает. Это плюс один, это очень мало. Сверху беа. Так. Надо забирать. Ой, хорошо, прекрасно. Вот вам тимминг в пиявке. Они вроде как затимились, насколько я видел. И она его подкресила сразу, потому что это пиявка, какой тут тимминг. Это не серьёзно, так ты умираешь. Прекрасно, и только беа остаётся. Ну и это мой топ-1. Нет, нет. Мой топ-1. Если бы я слился, чувак сидел в кустах всю катку, в кустах. Вышел, пошли, меня убил. Я бы охренел просто. Три девятки, как иначе. Снова повезло. У симпа тоже, походу, да? А, нет, он лапнул. Пока я играл одну катку, он две сыграл. У меня подбор реально полчаса. Ну и ласт. Куст, карта попалась такая себе, спавна, отстойный. Ну а спайк тут хороший. Урон проходит просто колоссально от него. Сбиваем щиток чуваку, потому что так нельзя стоять. А, да, да. Угу. По-моему, это автоатака была. Окей. Окей, это чувак прям... Ну, это очень маленькие трофеи. Посмотрите, что он делает. Минус 11, так не делайте. Я вернул в целом катки уже простенькие, потому что ММ прям серьезно сбит. Ну правда, кто там? Кто-то жирный. Кто это? Я понять не могу. Ну, трофеи у него большие. В целом, танки нам не страшны совсем. Ну, потому что танки... Что такое танки? Это не серьезно. Так. Это был, кстати говоря, Карл. А, Ники видно. Видно, Ники. Я попался против прям очень низких. То есть... Тут чуваки по 500 есть, видимо, раз я вижу Ники. Я видел такое всего дважды. Чтобы я играл на высоких. И видно было Ники. Когда Аппал Джанет и вот Спайка. Я играю очень низко, это обязан быть мой топ-1. Иначе никак. Ну, лол, я вижу Ники, вы серьезно? Уже топ-5. Правда, вот у чувака 11 банок. Это много. Это, наверное, ваншот мне, я так полагаю. Ну, точнее, Кирка. Туда и обратно, я умер. Хорошо. Странная катка. Неужели я один на 900, а чуваки там по 500 играют? Вообще-то это странно. Потому что как так? Разница в 400 трофеев. Это не норм, по-моему. Но, опять же. Если я поймал всех, то с кем мне играть? Честно, рашить не хочется совсем. Буду играть вот так вот. Очень пассивненько. Будем туда-сюда ходить. Потому что, знаете. Мне надо сейчас апнуть, по-моему, третье место минимум. То есть... Ну, зачем мне рашить? Давайте будем объективны. Еще в катку. Я не хочу. Поиграем вот так. Уже есть плюс один. Это мало. Топ-3 минимум. Кроу не пассивочный вообще. То есть, что за... Кто попался вообще, я не понимаю. Но Кроу перебил 11-баночного Карла. Неплохо. Так. Хорошо. Ай-яй-яй. Ну, это крыса. Ладно. Давайте уберем сначала одного. Потом второго. В целом я хочу забрать топ-1. Потому что... Ну, мне не нравится, когда ровно тысяча. Это некрасиво, по-моему. Так, умер. Прекрасно. И у нас дуэлька. Спайк на спайк. Ага. Ну, знаете. Вообще-то, я думаю, он ниже, чем я. Попал. Хорошо. Это фанаты Лайна. Ничего не имеем против Лайна. Но я его сегодня уделаю. Это чувака. Не Лайна. Что ж. На деле у меня меньше трофеев. Ну, меньше хп-шек, естественно. Почему я путаю трофеи и хп-шки? Вообще разные вещи. Даже ни разу не близко. Окей. Так. Надо переиграть его. На деле я на спайке прям не очень. Я это понимаю. Но просто способ хороший, поэтому даже я его апнул. Да. Есть. Прекрасно. Топ-1, то есть 4... Тысяча 4 или тысяча 5, что-то такое. Ну, хорошо. Хорошо. Реально неплохо. Тысяча есть. В целом, делается это не так просто, но и не так уж прям сложно. Это сделать можно, если захотеть сильно. Но 800, 750 это без проблем. Попробуйте, если вам это интересно. Перс не только спайк. Брок, Пайпер, Тик. Все эти прям изяпаются на 700, 800 без проблем. Ну, естественно, нужен щиток и 10-й левел. Но сейчас монет дали много вам, я полагаю. Обнова должна быть завтра. И думаю, будет еще по кайфу. 70 трофеев, 70. Два чувака по 70. У меня 996 было. Норма, да? Прикольно, кстати говоря. Офигенный подбор. Вот чуваки офигели. Пошли на 70 в каточку, попали на 900. Я бы прифигел. Ну, это жесткое, лол. Разница в 900 трофеев с лишним. Байрон, ты был 900. Неплохо, я бы говорил 600. Ну, там, знаете, 900-600 сложно перепутать. Точнее, легко. А, понимаю. Это я его выиграл, если что. Вы помните, да? Изи. Я не почувствовал вообще. Ну, а на этом у меня все. Понравилось тебе лайк и подписка. Спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok